друзья я вас приветствую на канале алекс дозор мое вам почтение дорогие мои и ну вы все знаете уже из превьюхи название прочитали сегодня у нас на обзоре до квинов аудио аддонис модель не новая но очень популярная была в свое время я думаю многими она до сих пор любимая вот она ко мне попала на обзор спасибо за это артем майстренко от души вот друзей канала в который он входит вы можете прочитать и здесь и главное в описании ролика будет полно полезной информации там те люди которые помогают создавать мне контент и те кто присылают что-то на обзоры и тех кто стали спонсорами канала тех кто донатит немного таких к сожалению но спасибо и за тех кто есть тем кто есть вот и им спасибо как стать спонсором вернее какие привилегии будут спонсором карточка для донатов ссылки на официальный магазин квинов аудио будут в описании ролика ссылки на facebook инсту все вот эти вот вещи короче вся важная информация там заходите посмотрите обязательно там читайте вот потому что многие туда даже не заходят а потом а сколько стоит эта модель что-то не сказал так как я не сказал потому что в описании ролика есть ссылка на официальный магазин и там собственно стоимость этой модели да вот так вот и магазин кстати хороший я уже брал у них пандемоны как бы поэтому на них и оставляю ссылочку вот на эту модельку потому что действительно могу сказать что все нормально все друзья будем на этом заканчивать лить воду и начинать смотреть на это дело близи а поверьте мне тут есть на что посмотреть да и и хохо и бутылка рома до или же просто коробка конфет выглядит бомбически так вот ну и на подарок и самому лишний раз вот взять открыть коробочку вот прикольно и вот надписи ну все шикарно шикарный вид мы имеем сзади у нас вот технических характеристики есть да и даже приложили нам график а чеха заводской и я вот так вот вам скажу где-то как-то вот то но ну не то чтобы похоже в ряда сейчас когда буду описывать звук все поймете ну давайте быстренько пройдемся по техническим характеристикам 21 ом импеданса у нас здесь чувствительность у нас 113 децибел плюс минус 2 и частотка 20-20 тысяч герц вот вот такие вот технические характеристики ну все здорово богата знаете чего мне не хватает на этих коробках выреза вот тут вот такого чтобы ну и вот так вот и и открывать вот или там не ждать пока ну видите она так сама не открывается как силу года коробка спасибо силы и карточка убежала даже у меня пока я это делаю специально наверх положил чтобы быстренько вам показать ну на карточке мы имеем все то же самое еще вот что у нас здесь вот как бы в комплекте в наличии написано но это все я вам сейчас покажу как вот наушники одеваются как они включат но если кто не знал там мало ли как она жизни бывает и вот такая вот еще типа визиточки и с qr-кодиками выбирай любой да хорошие такие карточки вот так вот 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 такая красота посмотрите такая бархатная черная подложечка которая если что может и пыли чуть-чуть пособирать но это не главное для надо амбушюры очень неплохие вот эти синие понятное дело что я с ними не юзал а юзал с другими я вам покажу потому что это человека то есть как бы но они уж очень вот вот действительно знаете берешь в руки понимаешь что качественный понимаешь что это вещи многие владельцы этих наушников как раз говорит что с вот такими синими а они их используют вот кстати черные с зауженным сердечником тоже вот хорошенькие упруги вроде так простенькие и ощущается вроде как бы пруд но на самом деле вот так вот вот берешь и пишу не какая-то там сопля и не какая-то резина с шестерки снятая переплавленная в эти самые в амбушюрки то есть нормально все еще прежде чем до наушничков доберемся я вам еще вот такой вот кейсик покажу смотрите красота коробочка такой вот кожзамчик вот все пошито почти даже ровно клей повылазил видать равняли как-то ну да ну да это самое трудное место для шить а ладно не будем цепляться к людям которые это делали вот так вот красиво вот так вот здорово здесь у нас еще пара пеночек если что если кому надо вот и вот такой вот кабель колпачок на кабеле этот самый липучка ну все это дело такой бронзовый гляньте такой тем темная бронза хорошая такая фурнитурка у кабеля квинов аудио все круто замечательно но вот сразу кабель не вытягивает полный потенциал наушников он хоть и красивый хоть и витой тут видите как бы 8 жил вот вроде как бы все здорово хорошо действительно да но полный потенциал наушников он не раскроет это тоже отмечают многие владельцы как бы этих наушников и вообще я бы рекомендовал баланс с него я собственно и слушал эти наушники с балансных с кабелей со своих балансных и давайте я быстренько вас с этим делом ознакомлю хорошо вот такой вот серебряный вот бомба в ширину раздал детальки подчеркнул вот это вот от ксинж у меня такой кабелек или пью скорее всего обзор вы на него уже видели вот это все сейчас в один момент происходит на аддонис и просто я так понимаю видео у меня выйдет уже после много чего другого то есть такое много надо пропустить вперед вот такой вот медный по идее тут с графеном вот но он действительно он себя ведет как медь плотнее такую подачку сделал приятней вот и но все все инструменты все по с легким подчеркиванием остались то есть как бы нормально классно просто как бы нету такого вот цвета как здесь но все же я остановился а кто смотрит мой канал давно сейчас под меня поймут на вот этом вот гибридном гибридный дал мне как бы чуть-чуть чуть-чуть весомые детальки это же как бы нормальный свет и ширину и вот 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 вообще классного с этим кабелем мне очень понравилось амбушюрки я использовал мандаринки и вот такие вот от азлы эти самые господи латексным не это не силикон это латекс тоже скорее всего обзор вы уже видели на на них по идее так время будет проходить поэтому заострять внимание я не буду классно все все они раскрыли все замечательно вот вот рекомендую то а почему я рекомендую видите вот прямые эти что здесь что здесь нету никаких вот этих вот зауженных частей а вот почему а пока чину потому потому что мы пилоты да вот эта тема смотрите здорово красиво вуаля тоже как бы здорово красиво и видите два отверстия у нас вот здесь в в наушниках то есть как бы и никто не должен их перекрывать для разделения частот никто не должен их перекрывать никакая амбушюра не дал потому что тогда то есть звук будет кастрированным неполным что-то будет забираться не скрадываться именно а у вас что-нибудь стырится и звука поэтому как бы этого делать не стоит ладно давайте вытянем все-таки родные синие амбушюры и по-быстрому сделаем скажем так ритуалы нашего козлянина сюда забежала перевернули или выпадут все я уже так делал если сколько они тут не это самое сильно не держится так это все красота это антураж и давайте попробуем сколько это дело весит вот так вот один наушник без амбушюрок весит 4 грамма чуть больше 4 грамм а с амбушюриной он весит четыре с половиной на секундочку то есть оба наушника у нас должны весить до папа у вас и силён в математике компьютер купил спецвуз автоматике была такая реклама когда я в школе учился а чё так вообще как бы сейчас вот что-то не так у нас что один наушник легче другого получается 460 гляньте а все все нормально то значит что-то было не то при первых замерах вот 9 грамм весит оба наушника с амбушюрами прошу любить и жаловать красота прежде чем мы закончим вот этот момент вот эту вот эту рубрику я вам хочу вот компенсационная отверстия есть все как бы на месте гляньте вообще как вот море какое-то не знаю или такой вот не все таки море на космос для космоса чересчур синяя для космоса чересчур такой вот голубовато все же это морем отдает бездной где немножечко светлых волн да и такие темные темное море все ребята показал рассказал ай-яй-яй-яй-яй не показал не рассказал простите извините вот вот это вот наверное самые главные замеры в нашем случае 6 до бортика и с бортиком 65 отличный как бы вообще размер ну только проблема в том что если пользоваться азлы наверное вот здесь вот они расширятся так что потом другим наушникам будет сложно в них ходить я попользовал какое-то время быстро перешел на мандаринки потому что понял что просто просто загоню амбушюры и давайте еще длина у нас 23 5 грубо говоря и ширина не убиваем норовит убежать но не таких ладенькие лакированные вот они у нас 18 и 3 вот теперь можно поговорить о звучании этих наушников друзья легкое лирическое отступление короче говоря ходил я в магазин в эру and air сдавать эти самые асива риоли который брал для обзора наверно вы уже видели или же скоро увидите ну как-то так короче говоря прихожу я туда нема продавца меня пускают там как бы классно вообще этот садись жди нормальный пацан там что-то послушать я бах и хватаю этот самый асива п п п и и планары бах их на уши я вам скажу его вот это думаю звук вот это все как бы вот там думаю где радость и так мне их захотел представьте это открытые планарные наушники дома их особо не послушаешь но может в лучшем самом-самом лучшем раскладе час раз в неделю и час при этом во первых времени на это нет я дома снимаю в основном слушаю я всегда на работе как бы в походе дома я снимаю в основном то есть дома я там сравнение вот эти вот все вещи делают да там тихо спокойной встановке ну короче вы поняли вот до них как был но так захотелось ими обладать думаю вот этот же момент я там пару раз комментариях кому-то писал говорю когда остановись мгновение ты прекрасно хочется завязать с каналом все это как бы дело они нормально стемпотека в 6 раскрылись как бы вообще без проблем думаю вот вот этот звук с которым бы я остался бы навсегда на всю жизнь ну по крайней мере вот вот на данный момент моего звукового развития скажем так того что я имею своего багажа уже трех лет летнего за плечами то есть во всем этом ковыряние и вот понимаете и вышел и расстроился думаю блин вот все надо закрывать канал все это продавать все это кстати если что я это дело продаю lx тоже в описании ролика есть многие не все кое-что что мне еще надо я может быть потом попозже смогу продать ну короче коллекцию надо распродавать очень нужны деньги на лечение жены ушло катастрофически много денег теперь надо еще отдать за это вот так бывает и короче думаю блин надо но мне все 150 лет и слава богу ребята что я был вот в этих вот наушниках в адонис нет они не прям мне заменили сивгу п и и кстати многие называют по 2 не п и и на секундочку они не за нет но они как бы ну не расстроили меня дальше это там не идеальные наушники не убийцы всего в это хороший качественный наушники и я одну от них действительно получал удовольствие а если я был в какой-нибудь там даже в ксш как каких-то вообще там говорить даже не хочется я бы наверное вообще был просто печально расстроен сумеют к ним возвращаться прочая адонисами вернули меня к жизни и что я еще не сказал в технических характеристиках это то что короче канал работает все продолжаем все это самое но я теперь мечтаю на день рождения а сиве вот этой вот п и и очень даже бы хотел до дня рождения еще больше чем полгода 40 лет мне там будет поживем увидим может может как-то мечты сбудутся к сорокетнику вот короче говоря здесь гибридная схема здесь 10 миллиметровый динамик здесь две арматурки стоит для в че для из че все как бы хорошо два отверстия скорее всего ну насколько я понимаю что низкие частоты подаются через одно и через другое подаются уже как бы серединка и верха вот и это все стабилизирует вот эта красота это стабилизированная деревяшка то есть они в деревянном корпусе на секундочку круто такой красочкой покрытой все очень круто я бы сказал и по звуку друзья они не без изъяна давайте так я укажу как бы на минусы по-любому вот но все равно я же говорю все равно к душе моей они припали все-таки queen of audio kennera они умеют делать какой-то такой особенный звук с какими-то такими нотками которые вот думают какими-то ну не то что только у них а вот какую-то особенность звучания каждых наушников приносит вот у меня фрея была и дун вот лежит вот ну у меня там в коробочке надо иногда я достаю и ну то есть как бы и у каждой там вот что-то вот что-то вот свое вот тут вот тут та же самая фишечка сейчас я вам расскажу как бы по по порядку и конкретно не хочется затягивать постараюсь ускориться короче говоря низкие частоты они объемные у них прямо в воздух такой они вроде насыщены но это все как бы светло это выглядит светло они не плотные у них нету какого-то знаете такого наполнения прям крепкого нет они вот объемные края четко прорисованы и внутри такой светлый воздух вот классно сделано низ самые низкие частоты с запчать здесь как бы нормально классно от себя не добавит но там где в треках это заложено это вот настолько музыкально знаете она и не резко и не мягко вот она нам действительно как надо удар в бас бочку уходит чуть больше среднего в глубину и в ширину тоже вот как бы все низкие они вот такое впечатление что вот ну чуть-чуть самую малость чуть-чуть вот больше среднего но это не мешает середине не налазит на нее нет просто создает такой вот классный светлый объем звучит это музыкально звучит это вот знаете так вот завораживающе классные вот такие низкие частоты я люблю понимаете они здесь есть и их здесь как бы и не налазят на середину и приносят вот что-то такое вот как бы ну такие это радостные мощные эмоции от того объема которым они насыщены техничный очень хорошо техничные удары по малым барабаном все вот это вот барабанная дробь классно местами кажется что она прямо через бас бочку эту проходит а местами кажется что как бы и обтекает позиционирование они детальные позиционирования по барабану присутствует там лево-право серединка барабана да то есть есть еще легкая не сильная но легкое ощущение как бы там слабее сильнее удар бывали как бы наушники в которых лучше эти вещи отработаны но здесь вот больше вот как бы вот внимание к вот этим вот 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 они действительно музыкальные низкие частоты моделька играет знаете такую ближе к светлой стороне не могу сказать что она прям абсолютно светло все-таки как бы ты куру ну вот но все равно ближе к светлой бас-гитары контрабас все на своем месте лишнего жира холестерина вот ним а но есть вот какая-то такая слегон сосочность мелодичность уже вот здесь вот уже так вот знаете вот и техничность одновременно вот этот вот момент соединения серединки с низами вот он как бы и отберет от середины техничности середина здесь техничная деталь на сейчас подходим к этому вот и берет вот мелодичность от самих низких частот ну то есть коэрентности никакой не ощущается все как бы слитненько хорошо все вроде замечательно вот в этом месте соединения вот есть тело есть объем инструмента есть после звуча у него и такие вот тонкие как бы когда он расходится в ширину мелодичности то есть как бы звук звучит после после каждого касания струны то есть как бы все есть есть продолжительность хорошо вот ну действительно хорошо здесь этот работа на опять-таки какие могут быть вопросы да это шатонис вопросы будут позже серединка яркая местами чуточек агрессивная самую малость детальная проставлены инструменты и в ширину и есть позиционирование по планам в ширину чуть больше по планам чуть меньше но это очень хорошо когда это все вы знаете вместе ну как бы в дорогих наушниках это дорогие наушники оно и должно вот так вот быть очень странно когда наушниках за этот ценник или растягивают весь упор делают сцену или наоборот удадутся вот как бы в глубину в позиционирование по планам нет за эти деньги как бы люди хотят все и глубину и ширину и позиционирование по плану а еще низкие частоты вот как бы глубину добавляют плюс позиционирование по планам есть и она очень классно смотрится я живу хотя вот они больше больше все-таки вот в ширину гитары друг от друга стоят нормально на расстоянии бокалисты где вот надо он не приближен к вам он не удален от вас он вот на таком скажем комфортном расстоянии для вас гитары играют детально струна от струны переборы удаются очень очень лихо вот но есть у них особенность вот я вот то что я выхватил то что для меня особенность этих наушниках многие уже что смотрят ты гитарам столько времени надо тебе учиться на гитаре играл когда-то в юношестве нравилось это дело не сильно получалось я вам скажу но как бы очень нравилось очень любил может если больше на это времени было развиваться в этим приходилось приходилось работать гульбасить с друзьями как бы на гитару было чуть меньше времени чем хотелось короче говоря у гитар есть легенький такой приятный классный подзвончик то есть звучит сама гитара идет ее послезвучая идет она вот там переливаются бертона у нее вот этот вот звук такой вот есть и еще какой-то легенький акцент на себе вот как как вот знаете на верхней середине как легенький такой подзвончик и он так классно это делает блин какая-то вот знаете такая особая магия в этом месте появляется классные низкие детальнейшая середина ну как действительно детальная середина низкие сделаны музыкальными середина сделана вот как бы с упором как бы в детальность и вот этот вот вот подзвончик такой вот на струнных в основном на гитарах и именно он не сразу идет не сразу такая звонка то есть гитара звучит натурально идет ее после еще какой-то вот этот легкий подзвончик и вот так вот ну реально вот как-то вот это так так ну мне это понравилось короче говоря как вы поняли вокал удается и мужской и женский и высокий и низкий низкий удается за счет того что вот как бы в ширину в объем ему придает потому что здесь вот так вот работают низкие частоты а высокий вокал он не под не не кольнет не это он как бы довольно грамотно сделан чтобы никого не поколебать вот между прочим людям чувствительным к верхнему диапазону а чеха эти наушники несмотря на то что они светлые могут и падать то есть только сверх чувствительным то есть людям конечно не зайдут а вот если вы немного чувствительные к этому диапазону то все равно есть шанс что они вам понравится конечно лучше перед этим прослушать но есть шанс что они вам понравится и сейчас тоже дальше поймете почему вчера высокий вокал он а даст вам настроение даст вам эмоцию даст вам те переживания которые в него заложены но не покорежит вас слух не будет какой-то сверх какой-то знаете высокой ноты где вас что-то может порвать в некоторых наушниках такие моменты прострелят там сверху высоко ушла или гитара или или вокализа и вот мы уже как бы нет здесь как бы этого нет но все равно звучит это достаточно высоко то есть вот понимаете перкуссия и и здесь бомба здесь вообще здесь вот что-то положили такое вот заряженное аплодисменты всех лапки щелчки они настолько вот резки чтобы знаете больше вот акцент на том чтобы они такие вот воспрямо резать не хочешь много было я люблю там концертные записи послушать вот нравятся мне вот эти нюансы которые в этих концертных записях можно услышать как вот там даже вот разговоры деда вот в группах происходит вот ну кайфово люблю я такие живые вещи и много мне было вот местами много аплодисментов я разные у меня наушники были по детальности но вот здесь вот как то вот этот диапазон его было наверное больше чем всего с чем у меня вот как бы было друзья серьезно вот аплодисменты не такие вот как будто бы ты прям возле то даже наверное когда ты прямо возле них стоишь это мягче звучит потому что помещение чуть-чуть съедает эхо чуть-чуть съедает а тут они вот такие остренькие прям направленные все щелчки хлопки с такой вот остринкой с такой вот приправой в ширину они расходятся буквально чуть-чуть капельку то есть как бы ну то есть не вне вне на это акцент акцент вот как бы на то чтобы они вот вас так вот именно про про проткнули чуть-чуть вот прокальнули местами когда много там аплодисментов много перкуссиконных инструментов можно потеряться если гонца чуть не привыкнуть но вообще как бы кинера и клинов аудио особенно как будут когда те времена когда выходила модель аддонис они старались что-то вот свое сделать вот для знаете для слушателя и к их наушникам надо было с ними походить недельку я как раз вот спасибо артему даже чуть чуть больше недельки с этими наушниками провел следующий буду слушать фио ff3 вкладыши вот не знаю там сколько у меня будет времени чтобы артем не отправить буду спрашивать у него сколько у меня есть постараюсь там побыстрее но с этими наушниками я реально получил наслаждение и подходим к до самому спорному моменту и тупо тупиковый развитие тупакой тупиковой ветви развития в че и лучше здесь слабоваты вот первое когда я делаете наушники все а я начинаю всегда с быстрых с агрессивных стилях прослушивать то есть могут не могут и все то есть но мне не понравилось мне уж тут все в учении так ты штыки в че мне не нравится вот это вот не в че тут хорошие вот как раз они не яркие не агрессивные к вам не приближенные вот то есть они сделаны скажем так аккуратно комфортно они такие металлические в хорошем смысле этого слова то есть он звуки металла все вот это они как раз от серединки вот уже немножечко забрали вот как как у гитаров есть призыв уончик тут как бы так вот такой четкий вот от звук металла они чуть-чуть отодвинутые кажется что вроде сыпучий но опять-таки это потому что отодвинуты да сверх там агрессивные жанры где прям в тарелочке вот этот ударник лупит не не вывезут прям до детальности слушать можно нормально просто как бы общей понятности там не будет когда палочка упала как звук пошел вот этих всех вещей именно на в че вот они как-то вот их прикрутили чуточек вот ну не знаю почему они так сделали то ли сделать чтобы это было как бы для всех более-менее усреднили модельку то ли как бы оставили шанс высшим моделям там поиграться не знаю мохито бы послушал бы с большим удовольствием нема если если кто-нибудь зашлет я буду рад да спасибо это я не клянчу но действительно буду рад короче говоря такие знаете они аккуратны и ну здесь и металл такой посыпался вот в каких-то композициях но если не брать металл все будет нормальный классный вы че аккуратные не резанут не это у них такие не сильно крупные ну даже можно сказать чуть-чуть вот знаете средний но ближе вот к мелким образом есть как как какие-то вот шлейфы какие-то вот эти вот моменты ну вот ну ну не сильно как бы они в себя углубляют не сильно себя затягивают вот как бы такой звук у этих наушников честно говоря мне понравилось вот реально по рада я люблю чуть другие вы че но то что они тут делают на серединке я же я в принципе пока не встречал может быть где-то еще в других наушников встречу я обязательно с вами этим поделюсь давайте быстренько там что-нибудь попробуем сейчас их сравнить выдадим им место в моем топ рейтинге да и и белок пусть их заценит друзья здесь сейчас будет все вообще очень очень быстро потому что топ рейтинг у нас от 150 долларов и нет пределу совершенства потому как я не нашел где где как в чем остановиться в этих ценовых уже в этих цифрах и вообще очень сложно обзавестись как бы коллекции достойной в этой ценовой категории потому что я не женат на дочери миллионера а женат на своей любимой жене на самой лучшей на самой красивой на самой вообще на самой-самой-самой-самой вот поэтому как бы у меня в наличии понятное дело нема модели всех мне присылали их и я рад и спасибо друзьям огромное как бы то что есть немножечко на столе вы круче рассмотрите вот вы видите сейчас топ рейтинг на ваших экранах и вы видите как адонисы на нем заняли пятое место почему-то во первых с моделькой от джейс аудио джиги пятыми я их сравню в лоб и вы увидите это буквально через полторы недели не будем спойлерить как бы то есть она лучше почему лучшим вы ускоро узнаете а вот бакью изи спринги вторые до весна 2 хорошая моделька замечательная там ребята в быче вот просто на мой вкус они чуть-чуть не натуральны они немножко на особицу играют но они там прямо вот такие яркие красивые со шлейфами вот прямо на них вот много очень внимания в той модели ну и понятно что по именно поэтому то модель очка как бы мне больше нравилось шоер с 12 про помните вот была такая моделька у меня на обзоре но там нужно так по планарному все таки вот ну знаете вроде и образы вроде и послезвучие детальности ширина ну как бы мне тоже вот немножечко больше импонирует почему эта модель подвинула ката я не смогу сказать что она прямо вот лучше ката у ката еще недавно были у меня на обзоре свежо предание и верится очень очень хорошо верится верится в то что они ровнее может где-то правильнее может где-то честнее играют особенно после там тюнинга саши чернова вот они так шире мощнее стали вот но дело не в этом делать вот вот в этой серединке которая здесь вот в этих подзвончиках на острых струнных в этих два аплодисмента которые тебя просто свалить могут вот какая-то вот это вот своя фишечка и ну рейтинг этот я хотя и стараюсь ним быть объективным да все понимаете это реально нереально я субъект и все-таки то есть тут как бы дело идет еще и с моим вкусом по моему вкусу как бы мне адонис понравился больше ну часто что спрашивать а шо и по твоему вкусу вот как бы рейтинг вот этот смотрите вот вот так по моему вкусу адонис мне понравился больше просто как бы отличная модель как а то все у нее в порядке но она такая вот какая-то вся ровная просто вот вот ровное хорошее звучание а здесь вот уходим на вы чем ничего-то где-то не хватило но зато как бы поразить была изюминка которая меня поразила все очень очень просто да у фреи мне конкретно не хватило вы чем если помните вот что у меня там еще было а аврорка сможешь она любимая родная даже вот вот так вот она хорошая моя аврорка и у нее больше просто как-то в планы больше такой напористая больше ну то есть такой вот в объем в тело я конечно больше люблю вот в ширину в детали в инструменты вот у нее как бы ну более скажем так музыкальная подача я вот как бы больше чуть-чуть люблю информативную подачу что мне и дали собственно адонисы эти самые 3 и 3 pro ну там макро динамика тоже а моджи моника вот они вот вот эти вот маленькие гляньте вот для сравнения с ними я тоже сниму отдельный ролик не знаю когда выйдет этот ролик но кто смотрит мой канал знают что это одни из моих самых недубимых наушников которые я считаю попал и между прочим я хотел взять эти а взял эти вот про это я сниму ролик вот специальный вот такое специальное сравнение все ждите если что не скоро он выйдет понятное дело много чему сейчас есть поинтереснее выходить но когда-нибудь он увидит жизни и я думаю вы не пропустите этот момент вот все а теперь белочки ну и собственно наш главный проверялки нас нашим проверялкиным опять беда вот похоже что за вот это вот время бомбежек сырости отключение электричества отключение отопления соответственно холодильный похоже что он все-таки хронический бронхит заработал потому что я буквально если лишь бы только сейчас вот не было вообще воспаление легких иди мало я пока расскажу пока ты полазишь потому что я буквально на чуть-чуть открыл комнату проветривать это в принципе в нормально было всегда было в порядке вещей с ним то есть открыть проветрить комнату и все и он заболел проветривалась она понятно минут двадцать-тридцать я живу ну раньше это где-то было всегда в порядке вещей у него клетка стоит вот так вот армат углом вот так будут арматуры батареи то есть вокруг него у него там самое теплое место в комнате где он находится я кстати когда-то снимал ролик как он живет если что посмотрите там и ну то есть вообще как бы раньше предпосылов так как на мадонисы любопытство про молодец проявил молодец заценил все-таки модельку пошел вот сейчас он тупо вот заболел так что я уже думал с ним прощаться честно говоря мы не снимали вот эти вот окончания с белком специально потому что ждали пока он хоть чуть-чуть подвыздоровит он подвыздоровел а это чертова война ну вот представьте есть дети в домах болеют животные болеют не говорят работ домов полишались всего это просто просто жесть я я ну мы у меня просто нет слов и как бы когда люди поддерживают эту войну ну извините я не понимаю этих людей поддерживать убийцы убийство быть самому убийцей там говорят что-то за за донбасс ну извините но мы тут в своих домах не не поддерживали да все как бы какие-то бесчинства и какие-то клад все на такой ноте не слишком до веселые заканчиваются эти ролики про донис ну уж как бы такое даже подпрыгнул немножко красавчик молодец все всех обнимаются до скорых встреч наших эфирах и войне нет потому что это это мерзость пока